Хочу в начале своего выступления поблагодарить Елена Николаевна за возможность выступить перед вами. Мой доклад будет посвящен опыту организации на взаимодействии с женскими консультациями, с родимыми домами. Хочу сказать, конечно, дорогие друзья, нам, педиатрам, выпала колоссальная ответственность, наверное, за все периоды, начиная с развития девочки, за ее репродуктивное здоровье, спросите, да, как мы наблюдаем в детских поликлиниках и дальше, как она становится мамой и какой у нас, да, с вами потенциал здоровья у ребенка. Хочу сказать, что мы представляем 133-я поликлиника, день из 40 оплатов поликлинических центров, у Москвы. И на сегодняшний момент пути взаимодействия созданы уникальные. В каждом амбулаторном центре функционирует единый колл-центр, прием информации, в том числе по новорожденному ребенку из родильного дома. Такой же канал поступления информации возможен и для женской консультации. Так, вернемся к предыдущему слайду. Я поставила некий вопрос между взаимодействием женской консультацией и детской поликлиники, потому что это связь не совсем устойчивая, учитывая, что женщины выбирают не только государственные, но и коммерческие медицинские организации в части своего наблюдения до родного. Через единый колл-центр, IP-телефонию, информация о новорожденном ребенке или о беременной женщине поступает на планшетное устройство врача. Далее эти сведения погружаются в систему ЕМИАС и в дальнейшем интегрируются в электронной медицинской карте. Какие же сведения мы получаем из родильного дома и женской консультации? Это, безусловно, адрес, телефон, фамилия, имя, отчество матери, дата рождения, полуребенка, ну, рост, вес при рождении, при выписке, наличие вакцинации, ПЦЖ, М и гепатита В, данные проведенного скрининга, диалогического скрининга, номер родильного дома. Вот вся информация. То, что касается женской консультации, это также адрес, фамилия, имя, отчество, страховой полис, срок беременности, дата предполагаемых родов. Взаимодействие женской консультации и детской поликлиники, конечно, бы хотелось, чтобы оно было более устойчивым. Один раз в 10 дней женские консультации должны передавать сведения у всех поступающих беременных женщин в детскую поликлинику. Дальше формируется план по проведению патронажей. Два патронажа проводит участковая медицинская сестра. При этом на первом патронаже важно выявить состояние беременной женщины, ее наблюдение систематическое в женской консультации. И самое главное – определить факторы риска для будущего здоровья ребенка. На этом патронаже беременная женщина информируется о возможности проведения и участия в школе ответственных родителей, ответственного материнства и отцовства. В детскую поликлинику сейчас есть все возможности. На базе кабинета здорового ребенка организованы такие школы. Ирина Николаевна анонсировала наш опыт, опыт такого, скажем так, масштабного проведения школ в условиях мегаполисов. Мы считаем, что это наиболее значимый эффект мы получаем, когда мы охватываем большее количество наших родителей профессиональными компетенциями, которые, безусловно, должен предоставлять родителям не Google, не интернет, а именно профессиональное сообщество. То есть врач становится не только лечащим, он должен быть обучающим, специалистом. Здесь мы должны быть, коллеги с вами, безусловно, комплиентны, солидарны, едины в подходах уже на этапе беременности женщины. Второй патронаж проводится также участковой сестрой. И хочу напомнить вам паспорт педиатрического участка, таблица номер 8. Это приказ действующей Министерства здравоохранения и социального развития, которое говорит нам, что дородовый патронаж врачебный должен осуществляться. Соответственно, планируется он однократно на сроки 30-32 недели беременности, но по медицинским и социальным показаниям за две недели до родов планирую, врач должен посетить, безусловно, взвесить все факторы риска, как медицинские, так и социальные, обязательно. И занести эти сведения в паспорт врачебного педиатрического участка. Приказом Департамента здравоохранения Москвы определяются, именно утверждены методические рекомендации по учету данных услуг. То есть у нас есть кодировка, сварный код услуг, мы должны учитывать, хоть мы сегодня обсуждали, что статистика делает такое, но мы должны сами. На самом деле есть кое-какие проблемы в части учетной политики, особенно патологии, связанные с неонатальным периодом ребенка. Поэтому надо правильно кодировать, шифровать, для того чтобы мы имели достоверные данные как бы на возрасте ребенка за 28 дней, какие у нас заболевания регистрируются. И уникальная работа была проведена Департаментом здравоохранения Москвы, была создана рабочая группа, разработаны методические рекомендации по патронажу новорожденному ребенку на дому. Этот приказ, пожалуйста, в доступной форме, его можно почитать, ознакомиться. И этот документ должен быть настольным документом вашей практической деятельности. 948 приказ от 2017 года, разъясняющий все абсолютно организационные вопросы, связанные с оказанием помощи детям на этапах патронажа. Чем же отличаются сегодняшние подходы к патронажу к новорожденному ребенку? Конечно, патронаж также направлен на своевременное выявление не только патологических состояний у новорожденного ребенка, а групп риска и, безусловно, своевременное воздействие применения всех мер для того, чтобы, безусловно, самое главное – профилактировать младенческую смертность. По данному приказу, согласно методических рекомендации, к здоровому, обращаю внимание, к здоровому новорожденному ребенку планируется, как минимум, два патронажа врачебных и три сестренских патронажа, четвертый проводится по показаниям. Хочу отметить, что это касается здоровых. Если любые возникают отклонения в состоянии здоровья, включая возникновение групп риска, риск-факторов риска, то разрабатывается индивидуальная схема патронажа, которая согласуется с заведующим педиатрического отделения, и ребенок наблюдается по индивидуальной схеме мошутизации на дому. Хочу сказать, что помимо такого подхода, что добавляет принципиально качественно? Что сегодня в Москве у врача-педиатра расширена укладка, врачебная укладка наличием пульса-оксиметра, неонатальной манжеты и биберубинометром. У нас появились все с вами возможности инструментальные для того, чтобы проводить свою беременную диагностику патологических состояний у новорожденного ребенка на дому. В случае ранней выписки, если ребенок выписывается на первые сутки жизни или же возникли домашние роды, то патронаж врачебный проводится дополнительно в течение первых 24 часов после получения информации о ребенке. И таким образом, разработанный приказом Департамента здравоохранения Москвы номер 948 от 2017 года об утверждении металлических рекомендаций проведения патронажей детей в первом месяце жизни направлено на повышение качества организации оказания первичной медико-санитарной помощи, применение стандартных чек-листов, заполнения стандартных врачебных протоколов, безусловно, позволяет избежать ошибки при последовательной оценке состояния ребенка. Хочу обратить внимание, от чего зависит качество наблюдения при ранней выписке новорожденного ребенка из родильного дома. По моему мнению, безусловно, это о готовности профессиональной подготовке кадров, при том, в каких кадрах участковой бригады, потому что мы считаем, что участковая бригада это командная сплоченная работа. И здесь, безусловно, участковая служба должна владеть всеми стандартными порядками, знаниями, вопросами, касающимися организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям в ненатальном периоде. Безусловно, это финансирование ежегодно пересматривается в рамках худшого финансирования тарифы по оказанию или организации первичной медико-санитарной помощи детям первого года жизни. Нагрузка, безусловно, возрастает. Учитывая, что ранняя выписка приводит к нагрузке, особенно на участковую медицинскую сестру, по скрининговым программам, здесь необходимо, конечно, возможно дополнительное финансирование для полной укомплектованности кадрами для обеспечения качественным принципиальным охватом неонатальным скринингом. Далее, конечно, это информированность, потому что я недавно на предыдущих слайдах показала, какие сведения мы получаем из женской консультации, родильных домов. В поликлинике важно знать о тех состояниях и группах риска, поскольку педиатр, идя на патронажа, владеет только паспортными данными, владеет весом и ростом ребенка, не имея еще перед собой документ, возможно, интеграция в единую медицинскую амбулаторную карту позволит нам в ближайшем будущем безусловно иметь более полную информацию не только о состоянии, но и о факторах риска. И при передаче женской консультации в поликлинику нам тоже важно, проходило ли же и состояло ли на учете, проводились ли в полной мере все скрининги, потому что статистика показывает, что все-таки регистрируется некий рост врожденных пороков развития, особенно врожденных пороков сердца, который, в общем-то, играет роль в лечении, в структуре гладической и детской смертности. И, конечно же, своевременность проведения скрининговых программ. Предыдущие докладчики обращали внимание на вопросы вакцинации. Для поликлиники вопрос ВЦЖ-вакцина стоит также актуально, если родильный дом и по каким-то причинам, либо в случаях ранней выписки, либо по медицинским показаниям, либо если мама отказалась на тот момент от проведения ВЦЖ-вакцинации, то возникает вопрос, когда проводить вакцинацию, потому что мы все знаем, что очные визиты в поликлинику происходят в возрасте одного месяца. В ВЦЖ-вакцина необходимо напомнить, проводится без проведения туберкулинг-диагностики до двух месяцев и без обследования после двух месяцев ребенка обязательно проведение туберкулинг-диагностики. Вот наш региональный календарь профилактических прививок, где ВЦЖ-вакцина проводится новорожденным детям на третий-седьмой день жизни. Этот слайд я привела, он вам должен быть известен. Этот приказ 514, по которому мы работаем, это профилактические осмотры несовершеннолетним детям. В этом приказе отражены все необходимые мероприятия, которые мы должны с вами проводить в условиях поликлиники для новорожденного ребенка. есть здесь носки. Если ненатальный и аудиологический скрининг не проведены и были в родином доме, то эту функцию по проведению безусловно мы должны проводить в условиях медицинских работников, в условиях поликлиники на дому, потому что вы в курсе, что у нас ненатальный скрининг проводится на четвертый-пятый день. Жизни в возрасте одного месяца. Мы видим наборы врачей-специалистов, которые должны консультировать ребенка, и лабораторные, и, соответственно, инструментальные методы обследования. В своей поликлинике, проанализировав статистику, что у детей часто возникает на первом году жизни, и причиной структуры, причиной водительской детской смертности являются нарушения ритма сердца, в месяц мы проводим ЭКГ, мониторинг у детей, что, в общем-то, мы считаем, что тоже, может быть, имеет смысл в дальнейшем рассмотреть возможность обнесения в обязательную программу проведения ребенку скрининговых методов обследования на первой листе жизни. Хочу, конечно, тоже сказать о такой возможности, рассказать немножко о ней на основании федерального закона 242-го о внедрении в нашей стране телемедицинских технологий на нашей базе, и несколько поликлиник уже тоже, в общем-то, тиражируют этот опыт, проводится телеконсультация с целью динамического наблюдения, включая, как бы, оценку биопараметров, каких, например, это вес ребенка мониторит, если касается новорожденных детей. Что нам дает перспективы? Перспективы, безусловно, это уверенность врачу, да, в, собственно говоря, вы и проводите подчас, но аудио, да, связь, а это, в общем-то, возможность на федеральном уровне, сейчас рассматривается о внесении до услуги в ТАИФМС, проводить динамическое наблюдение. Это уверенность для врача в качестве соответствующим образом и динамики своих назначений и рекомендаций. И для пациента это комфорт или также уверенность о том, что у ребенка все хорошо. В поликлиниках сейчас активно проводится обучение медицинского персонала по вопросам именно качества проведения патронажей, поскольку все-таки профессионализм и есть залог того, что мы не будем иметь с вами экстренную и внеплановую госпитализацию тогда, когда, в общем-то, собственно говоря, стационары нас часто увлекают в этом, что мы увеличиваем с вами численность именно госпитализации самоотеком и именно экстренной госпитализации. Поэтому необходимо проводить качественное динамическое наблюдение. Чаще всего мы не видим, и я продержу тоже Валерию Викторовичу, ту патологию, которая связана с пребыванием ребенка, осложнением пребывания ребенка с родином домом. Сегодня, на сегодняшний момент, больше возникает вопрос связан с постнатальной инфекцией, причина, естественные факторы, возникающие от контакта ребенка с больными родителями, то есть это ОРВИ, и, как правило, пневмонии возникают на позднем неонатальном периоде. И в рожденной пороке сердца, обращаю ваше внимание, безусловно, нужно повышать грамотность врачей по применению пульсоксиметров, неонатальной манжеты, правильно интерпретировать. У нас сегодня есть все возможности, если возникают риски, проводить углубленную диспансеризацию, кровоосмотр, не дожидаясь первого месяца жизни, приглашая ребенка в выделенные грудничковые дни раньше. И дорогу осилит идущий. Успехов нам с вами, коллеги, в этом нелегком труде. Спасибо большое. Спасибо.